И так, господа, этот трёхраундовый поединок в полулёгкой весовой категории представляет вам оппонентов. Спортсмен в синем углу. Его 26 лет вес, 66,1 килограмма, рост 177 сантиметров. Профессиональный рекорд. 14 побед при 9 поражениях. Базовый стиль ММА. Он представляет Кыргызстан в синем углу. Бег Болот Абдилда Уууу. Его соперник в красном углу. Ему 25 лет, официальный вес 66,2 килограмма, рост 178 сантиметров. Профессиональный рекорд. 8 побед, 2 поражения. Базовый стиль также ММА. Он представляет Россию, Чечня. Грошный в красном углу. Мансур Джамбураев. Мансур Джамбураев против Бекболота Абдилда Уулу. И начинает зарубаться с первых 6 секунд. А что тянуть? Делать хорошее. Мансур имеет опыт выступления против киргизского бойца, в том числе и выступления в киргизском промоушене. Если не ошибаюсь, он один из своих поединков провел именно Уэф. Есть ли у кого-то из современных спортсменов пройденный путь хотя бы там из 5-10 боев, где не было киргизских спортсменов? Сомневаюсь. Опа, поинтересно. Позорота. Мимо, но интересно. Ну, опять же, обратите внимание на Кулкер. Киргизский спортсмен. У него очень жесткий удар. В общем-то, практически все свои бои выиграл досрочно. Причем именно нокаутом и техническим нокаутом. Неплохо. Такая двойка боковых с передней руки. Зашел с апперкота. Чувствуется, знает, в чем он силен и старается работать именно в этом. В таких вот связках из боковых ударов. Очень, кстати, такая интересная, самобытная у нее внешность. Я даже не сказал, что типично киргизская. А какая? Не знаю, у меня первая ассоциация была с хорошими американскими вестернами. Мне кажется, монгольское что-то есть. Ну, да ладно. Да, то есть, как бы, в любом случае, несколько, может быть, выделяется спортсмен. Ну, и это не единственное, чем он выделяется. Опять же, вспомним, что в первую очередь тем, что у него очень сильный удар. Вы представляете, как в стиле тайц, тай-боксера, вот так вот поднимает колено. Да, 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 да. То есть, такой классический щит, причем, странно, с дальней ноги. А большинство тайцев, что от правой, что от левой, защищаются передней ногой. И хорошая двойка сейчас прошла у Бекболота. Ну, одна из немногих пар, которая преимущественно сегодня работает, выбрала работать именно в стойке. Хотя были у нас совершенно шикарные бои, которые практически только в стойке были, некоторые только в стойке были. Но, тем не менее, вот еще один такой приятный эпизод. Есть попадание уже у Мансура. Зарубаются иногда бойцы. Мансур стоит в левше. Попытка встретить коленом от Бекболота, от Дулды. Обратите внимание, в левше он стоял, как бы сказать, для того, чтобы именно заряжать с левой ноги, чтобы быть неудобным для оппонента. А так, видимо, он все-таки правша. Хорошо сейчас попадает. Мансур еще хайкик. И в ответ, кстати, вряд ли было видно, а перкод хороший был. Перевод в исполнение Мансура. Джамбураева теперь боковой контроль начинает насыпать. Минута на то, чтобы успеть попробовать сделать досрочное завершение. Насколько это технически возможно, невозможно, поймем, в принципе, сейчас. Колено в корпус. Застополилась немножко работа фламова. Будет пытаться улучшать позицию. Ну, вот это преимущество Мансура Джамбураева. Разностороннести. Более универсальный спортсмен. Да, пожалуй, перевод получился очень качественный. И вот, смотрите, уже Маути. И 30 секунд у него на добивание. Призывает не спешить. Ну, как не спешить. В принципе, 20 секунд на то, чтобы успеть заставить опытнейшего рефери Ашута Шугена остановить силу, например, такого. Ну, и понимает Абдулда тоже, что до конца раунда немного времени он, думаю, найдет в себе силы до защищаться. Видимо, так и происходит. Не вырубить его. Ну, и посмотрите, кровь появилась на лице у Беккарата. Два обоих спортсменов, кстати. Очень хороший отрезок провел в самой концовке Мансур Джамбураев. Если вот первая часть, да, больше так равной была борьба, то за счет этой концовки Джамбураев вполне возможно и забрал эту пятиминутку. Тем временем, это уже 23-й бой сегодняшнего. Ну, наверное, вечер неправильно будет сказать. Сегодняшнего бойцовского дня. Да, потому что начали-то мы еще в обедах. Сразу после обеда. Что случилось? У киргизского спортсмена сейчас какая-то пауза. То ли кровь не могут остановить, то ли все-таки взяли паузу на то, чтобы протереть от излишней влаги воды. Так, может продолжать спортсмен. Все в порядке. Да, вроде бы может. Все хорошо. Я думаю, не та эта травма, из-за которой... Ну, и не те спортсмены. Да, и не те спортсмены, которые отказываются. Причем профессионал главного карта. И, тем не менее, пауза затянулась. Чего-то советуется со своими угловыми пикболом? Может быть, плохо себя чувствует. В принципе, да, пропустил в концовке ударов. Ага, подсказывает, что, возможно, перелом. Да, остановили. Видимо, есть перелом. Да, вот как раз и перед этим тейкдауном, когда хорошо Мансур попал, судя по всему, это и стало ключевым. В этом поединке мы поздравляем Мансура Джамбураева с возвращением, с таким победным возвращением. Без сомнений, очень талантливый боец. И за те пять минут, которые он сегодня провел в клетке, он нам это подтвердил. Да, ну, перелом носа – это более чем серьезная причина, более чем достаточная, чтобы остановить поединок. Поэтому тут полным пониманием. Ну да, там же есть еще, если попадет повторно в эту зону. Это, может быть, уже очень серьезная операция, на которую может не хватить того гонорара. Там, учитывая восстановление и прочее, прочее. Хотя, если я к игре, то платит хорошо. По состоянию здоровья, ввиду невозможно продолжить поединок. Секунданты спортсмены из синего угла сняли своего спортсмена. Победа достается! Спортсмена из России! Масур Жанбураев! Грозный, Чечевская республика! Ну, собственно, щебем!